Как решить конфликт с гостем? Это не таракан, это лук. Говорит, да таракан. А я же говорю лук. Где начинается путь повара? Больше, чем маму на гухню время не проводил. И что не так с манкой? Это грустная история из детства. Это и не только. Смотрите прямо сейчас. Это Оливье шоу, кулинарная программа на Бобруйск 360. Меня зовут Карина Гуревич, и я ничего не понимаю в еде. Но со мной всегда будут люди, которые точно знают толк в праздничном столе. Сегодня у нас в гостях Александр Щербаков, повар кафе Пушкина 202. Здравствуйте. Что мы сегодня будем готовить? Мы сегодня приготовим два блюда. Горячее блюдо – это будет цыпленок в апельсиновом соусе. И сделаем стейк-салат со свининой и хурмой. Нередко приходится слышать, что хурма происходит с Дальнего Востока, из Китая и Японии. Это не совсем так, потому что и в Австралии, и в Америке есть свои виды. Хурма очень полезна. Она помогает предотвратить инфаркт, варикоз и ОРВИ. Кроме того, пищевые волокна замедляют всасывание сахаров и понижают уровень холестерина. Допустимая дневная норма – около 700 граммов. Это 2-3 плода. Сезон фрукта начинается в конце октября и продолжается до декабря. Так, что будем первым? Первым мы начнем готовить курицу. Мы возьмем мякоть бедра. И надо нам ее замариновать в специях. Посыпаем коптеную паприку. Черный молотый перец. Соль обязательно. Немножечко маслица подсолнечного, чтобы приправовый аромат свой раскрыли. Все, хорошенько вот так обмазываем. Готовить – это мужское или женское занятие? И вообще есть ли разница? Ну, не знаю. Я считаю, что готовить – это все-таки мужское. Ну, как бы вот русский язык, он такой вот профессия повар, как бы не повариха, да? Не знаю. У меня дома на кухне я готовлю. А для кого готовить? Для себя, для семьи, для друзей, для гостей. И есть вообще такое, что вот на работе вы всегда готовите такие шикарные профессиональные блюда, а дома приходите, и у вас, не знаю, бутербродики, гречка, мясо? Ну, такое тоже бывает. Ну, окей. Ты ходишь, допустим, с работы уставший, ты не хочешь ничего делать, почему бы не? Зачем что-то? Ну, я вот сам для себя, я могу вот пюрешку заварить кипяточком. А когда есть для кого-то и готовить, мне больше нравится готовить для кого-то, чем для себя. Ну, то есть нет такой профессиональной деформации, что простая еда уже не кажется вкусной? Ну, что, она вкусная. Как часто вы удивляете какими-то кулинарными шедеврами своих близких? И ставите ли вы какие-то эксперименты или только вот по классике? Ну, вообще, мне больше нравится, надо все-таки экспериментировать что-то такое, придумывать свое, какие-то там стили смешивать, кухни разные, жанры. Очень люблю готовить то, что еще не готовил. Вот, поэтому, как бы, ну, довольно часто что-то у меня происходит на кухне нового. Особенно, если ты еще, идешь в какой-нибудь магазин, вот с, там такой, о, вот этой штуки у меня еще нету. Купил эту штуку, пришел домой, смотришь на нее, так, ну, она же надо для чего-то. Давай думаешь, вот, как ее использовать. И опять же, что-то начинается новое придумывать. Ну, это вы сейчас говорите про продукты или... И про продукты, и про тоже там блендер новый ты купил. Я говорю, ага, вот таким я еще не делал, надо вот таким что-то сделать. То есть, кто-то спонтанно покупает платьишки, да, а вот вы покупаете спонтанно блендеры. Да, приспособлено к кухню. И у вас есть шкаф, который вы никогда не открываете, потому что это хранится за завесой тайны, что там. Нет, ну, почему, открываю периодически. Потом удивляюсь еще, откуда это тут взялось. Ну, вообще, много дома таких атрибутов для готовки, прям удивительных каких-то, которые можно найти не на каждой кухне? Я бы не сказал, что так много, но что-нибудь есть. Пока у нас готовится курица, мы можем подготовить мясо на салат. Мы вот такими слайстиками нарежем. Какой на вашей кухне главный атрибут, который всегда у вас под рукой, чуть ли не каждый день вы его используете? Нож, очевидно, хорошо. Почему именно этот? А, именно этот. И что в нем особенного? Ну, тут дело такое, что нож, он же, ну, у каждого поварок, он индивидуальный. То есть, тебе кому-то удобно такой, кому-то удобно шибари, кому-то удобно, вот, как мне тесак. Оно такое дело, что вот мне им прям вот удобно. Вот это вот прям мой нож, я им прям делаю все. Я вот им не пользуюсь, только если мне нужен филейник или картошку почистить. Курица обжарилась, теперь мы ее заливаем белым вином, нужно, чтобы оно выпарилось. Какой ингредиент вы используете чаще всего, потому что вот он, без него все не очень? Я, допустим, очень люблю острое, поэтому у меня всегда все с большим количеством перфисов. Ну, если именно для себя, для друзей, для знакомых. Если на работе, тут зависит от заказов, потому что есть такие дни вот очень интересные, когда у тебя едят вот что-то одно. Вот прям у тебя целый день едят одно. И нет желания прийти к человеку и сказать, закажи что-нибудь другое. Ну, оно как бы есть, ну, такое минимальное. Есть, допустим, бывают с гостями такие ситуации. Очень часто, вот я обратил внимание, есть люди с аллергией на лук, оказывается. И поэтому тебе приносят блюдо, у которого основной момент, как бы, лук, эти говорят, делай без лука. Или там, в основной момент, что там чеснок есть, делай без чеснока. Или вот есть люди там, не любят они острое, а основной момент блюда, что там дофигища халапешек. Можно нам без халапенью, пожалуйста? А из такого вот, да правда, не из в этом заведении, была ситуация с официантом и поваром. И не поваром, а гостем. Приходят гости, говорят, у меня, говорит, таракан в супе. Официант такой, это не таракан, это лук. Говорит, да таракан. Да я же говорю, лук. И все, конфликт был исчерпан. Добавляем в мясо наше, в соевый соус, чтобы оно в нем протушилось, протомилось. До сих пор существует разногласия по поводу истинной родины соевого соуса. Известно, что в Японии он появился примерно 2000 лет назад. Соус – один из основных компонентов азиатской кухни. Для его приготовления используют соевые бобы. Их отваривают, после чего смешивают с мукой. Смесь подвергается ферментации, которая продолжается от 40 дней до 3 лет. Именно от выдержки зависит цвет. У вас на рабочей кухне тоже все вечно кипит, шипит. Шипит, кипит, шкварчит, горит. Потому что есть горелка, что-то где-то надо, вот именно есть блюдо, в которых ты что-то опаливаешь. Нужно конкретно вот прямо опалить, чтобы этот вот нагарчик был, вот эта корочка, чтобы вот этим вот костерком пахло. И вы прямо становитесь с огоньком, да? Что самое приятное в вашей работе? Вот вообще в работе моей самое приятное то, что вот, как говорил Конфутий, да? Найди дело по душе и не будешь не работать одного дня в своей жизни. Вот я нашел свое оплачиваемое хобби. Я прихожу на работу, радуюсь жизни, все круто. Ну, тяжелые дни бывают у всех, наверное? Конечно, конечно. А ну, неинтересно работать, когда нету работы. Я пришел сюда работать. Зачем мне, ну, вот просто сидеть? Мне нужно работать, я пришел. Мне нравится, когда много летят. Вино наше выпарилось, добавляем апельсиновый фреш. Можно сок, можно, ну, короче, вот апельсинку. И ждем, пока эта штучка загустеет. Ну, хочешь капусту порежать? Хочу. Не важно, как я порежу? Или прям принципиально? Ну, вот типа как, короче, ну, соломкой. То есть ты вот один раз вот так отрезала, взяла вот эту штуку и вот так. Ну, ладно. Сейчас что-нибудь придумаем. У любого повара обязательно должны быть какие-то лайфхаки. Поделитесь с нами чем-то. Ну, вот из самого простого, наверное, вот надо вам что-то срочно пожарить. Помыли сковородку, на огонь поставили, она вся раскалилась. Вода там еще плавает. Маслом налили у вас вот эти вот брызги километровые. Берете сольку, так щепоточку посолили и все, она не брызгает. Поливаем ананасовым соком. И соусом ворчестер или ворстершинский, как его только не извращаются в названиях, я так до сих пор не знаю, как правильно, если честно. Это ваш рецепт? Да. Тогда такой вопрос. Кто в вашем кафе придумывает меню? В нашем кафе, я бы сказал, что это как работа команды. Потому что это могут быть повара, это может быть кто-то с бара, с официантов. У кого-то появилась идея, сказали, ребята, вот давайте мы вот это вот попробуем. Взяли, придумали, проработали, попробовали. Все, вот прям все. Как давно вы вообще начали свою карьеру? Откуда вы ее начали? Кто вас вдохновил? Вообще вдохновил я как-то вот, наткнулся был на такое австралийское шоу «Правила моей кухни». Вот оно меня прям очень так и было зацепило. Вот, в поварском плане. Вообще готовить, не знаю, чуть ли не с детства. Всегда было интересно, что это и как это. Потому что был момент, что я даже больше, чем мама на кухне, время не проводил. И как родители к этому относились? Даже очень, даже неплохо. Вот, потом я как-то попал на регион продукт пекарем поработать. Потом как-то попал в пиццеры. И вот оттуда уже все, вот на кухню. По образованию я, мне осталось диплом защитить и буду маркетолог. То есть вы учитесь до сих пор? Ну вот мне диплом осталось защитить, да. Это так для себя или вы прям хотите сменить профессию? Это прям вот принести любимой бабушке, сказать бабушку, успокойся, у меня есть высшее образование. На, держи, я пошел. Что касаемо фастфуда, как вы к нему относитесь? Фастфуд в переводе с английского – быстрая еда. Промышленной индустрией он стал в 1920-е годы в Америке. Компания «Белый замок» – пионер отрасли. Она предлагала фирменное блюдо – гамбургеры, диковинку для американцев. Со временем некоторые владельцы стали задумываться о вреде такой пищи. Тогда владельцы наняли людей, которые приходили в заведения в белых халатах. Создавалось впечатление, что даже врачи питаются фастфудом, что вызвало дополнительный приток покупателей. Ну, фастфуд есть прям вкусный, прям интересный. Просто обычный, я извиняюсь, ни о чем, ни непонятно с какого мяса сделанный бургер, но вот это точно нет. Типа, вот мне нравится вот этот фастфуд, как вот в этих азиатских странах. Вот эти, когда ставят на маленькие эти лоточки, они там что-то готовят, сразу прям при тебе вот из всего, кучи всего таких ингредиентов. Вот это вкусно, вот это интересно. А была возможность попробовать это прям вот где-то в азиатской стране? Нет, пока не было, но в панах есть. А какая кухня из стран мира вас привлекает больше всего? Ну, я даже не знаю, как правильно сказать на этот вопрос, потому что вот, наверное, в каждой кухне есть то, что мне нравится. И в каждой кухне есть то, что я вот прям вот вообще не люблю. Азиатская, допустим, мне кухня больше всего нравится вот за вот этого вот сочетания кисло-сладко-солено-острого, вот этого вот всего намешанного. И как считаете, у нас в стране есть места, где хорошо готовят азиатскую кухню? Да, вроде бы как да, более-менее. Во всяком случае, мне вроде как доводилось бывать. Я вообще всеядный, я вот не ем манку и морскую капусту. Только. А что я вас манка обидела? Это грустная история из детства. Вы нам ее не расскажете. Я как-то, ладно, расскажу. Что-то, что-то, позориться до конца. Маленький был, в деревне был. И пошел, получается, на улицу гулять сюда. Типа дети соседские позвали. Ну, короче, не поевшие ничего. То есть вот прям вот пришли. Прям меня разбудили стуком в дверь. Все, я с ними ушел. Зима была, там мы там баб налепили снежных в сугробах этих накурять. Короче, смысл в том, что я прихожу домой уже когда темно, мама раз пять звала поесть. Прихожу, когда темно уже, весь в слезах вот этих крокодилей. Мама, там тебя, может, обижали. Нет, тебя, может, кто-то, ну, побил. Может, тебя там обзывали. Я говорю, нет, а что ты, я кушать хочу. А мама раз пять звала. Говорит, манка я сейчас подогреваю. Я настолько есть, говорю, давай холодную. Я вот эту вот кастрюльку манки, прям вот в себя, прям с голодухи, с тех пор я манку видеть не могу. Есть ли у вас какая-то профессиональная мечта? Может быть, открыть свою кофейню, свой ресторан? Хочу пекарню. Пекарню? Пекарню с пирогами, с начинками, там, с мясной, там, такие жесткие, брутальные пироги. Хочу. Мужские? Мужские. А как выглядит мужской пирог? Ну, понятно, мясо. Основной ингредиент. Мясо, овощи, яйца, и чтобы вот у тебя вот такой пирог, и там вот столько начинки. Спасибо большое, что пришли, приготовили потрясающее блюдо. Я думаю, этим можно удивить любого гостя, да и самого себя. Это Оливье шоу «Кулинарная программа на Бобруйск-360». Сегодня у нас в гостях был Александр Щербаков, повар кафе «Пушкина-202». Смотрите наши выпуски на YouTube-канале, подписывайтесь, ставьте лайки и приятного аппетита! Смотрите наши выпуски на YouTube-канале. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!